Давайте уговорим ее родить и заберем обязательно. Она приняла решение, все, мы не можем влиять на решение. Мы уговариваем ее, чтобы не создать ей вредные условия для здоровья и заплатить деньги нужные для поддержания здоровья. Дать ей возможность в санатории до родов находиться и забрать ребенка. То есть мы ее волю выполняем, как волю наследодателя. Все обязаны, последняя воля человека, уходящего из этого мира. Она мать решает, она не хочет. Человек-негодяй отец или просто у нее не готов организм. Не может она. Надо забрать ребенка, иначе она будет над ним издеваться. Какое-то будет молоко. Ребенок будет кричать, он будет больной. Надо пока забрать. Потом она созреет и снова станет матерью этого ребенка. Но мы предлагали этот вариант. Не прошло, коммунисты не поддержали. А Станина была депутат под лозунгом, что вы хотите детей продавать. Спускать канализацию и за это платить деньги. Вот сейчас подпольный аборт будет стоить 200 тысяч. Мы предлагаем дать ей 200 тысяч, чтобы она родила и забрать ребенка. Сейчас мы запретим аборты. ЛДПР не будет голосовать за запрет абортов. И что получится? Она найдет деньги, 200 тысяч, за подпольный аборт и в канализацию идет ребенок. Полтора миллиона в год мы теряем сегодня. За годы перестройки Есенской мы потеряли, значит, поумерло преждевременно 7 миллионов и не родилось детей 12 миллионов. Это что такое? У нас сегодня было бы 160-170 миллионов населения из-за неправильной демографической политики. Поэтому мы будем категорически против этого закона. Вообще-то Мизулина, она и в Госдуме давала вредные законы. Сейчас там с верхней палатой не может никак успокоиться. Мы не поддерживаем.